Это не так, постоянно не так. Да, постоянно. Вы не хотите, чтобы вы не хотите, чтобы вы не хотите документы. Ой, смешно. Сейчас слишком деловать, да? Там все время хихихих, ахаха, ты знал, тебе интервью. Ладно. Маха-маха, аллах, грудь. Салам алейкум, бону воню Азиз. Бесерый модаруха Ишкарданки. А, мы увидели полис, где мы понимаем, и мы понимаем, что мы понимаем, что мы понимаем. Мы понимаем, что здесь социумом не примените паспорт, мы должны принять регистрацию. Мы получили полис. Мы получили полис. Мы получили полис. Мы получили полисы. Сделали полис. Про государственники места можно решить на консультации. Мы получили полис, для ужин власть экономика. Один из самых больших источников, полисов. Продолжение следует и это действительно возраст с тем, что мы не можем использовать радиолюционную тему. Пока я предудусь в других городах, мы с вами подробными новыми городами. Уважение между друг с другом, взаимопонимание. Мы обучили друг друга, с тех, кто происходит, с других aider и друг другу. Все для того, чтобы мы общались с другими 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 другами. Я училась в мудреце. Мой муж приехал читать намаз, а у меня уроки закончились, я начала выходить в занятия, и мы там встретились. И он сразу понял, что я русская, и ему стало интересно, что тут делают русские люди, почему я в хиджабе. Тогда еще в то время было очень мало русских, которые в хиджабе, которые в исламе. Сейчас это стало больше русских, я даже сама ни разу не видела в то время, что я думала, что я един русский человек, который принял ислам. Я сама даже не видела русских. И вот он тоже удивился, и сразу я ему понравилась, и захотел со мной познакомиться. И в общем пошел к моему учителю, у нас мужчина был учитель, таджик, преподавал арабский язык. Он пошел к нему, ну как опекун, да? Образился к нему, это за вот это. Ну как всегда, бачу, это дюкему чхелам, писяки, ми персан. Сразу интересовался я, кто, замужем, не замужем, вот. А когда я поступала учиться в этом обществе, я выполняла анкету, как бы там есть семейное положение, в общем, о себе все равно пишешь. Молодой дыхал. И учитель знал, да, что как бы я не замужем. И сказал, если хочешь, вот, сватиться, давай обращайся. Ну вот он и обратился к нему. И вот потом все-таки вот познакомились, пообщались. Он сразу же сделал мне предложение. Сразу же? Любовь с первого взгляда? Да, сразу же в этот же день. Я сказала, я подумаю. Подумала, не думала и согласилась, в общем. Достаточно мне было того, что он религиозный. В принципе, еще там несколько вопросов мы обговорили и все. Вопросы, вопросы о идее чьей шмасу ватгарды? А, например, такие, выяснила, какой у него характер. Мне было интересно, да, добрый или там требовательный, вот как мужчина же разный был. У нас, у нас требовательный, да. И когда я выяснила то, что мне нужно, что он добрый, понимающий, заботливый, пару вопросов таких я задавала. Он ответил. Мне этого достаточно было. Я посмотрела, что он действительно человек. Такой, как сказать, мне подходит. Да, мне подходит. И поэтому я согласилась. Между тем, что мы уже в Мусульмане на Кабуле. Да. В Читмировке? Да. Три года уже. То есть, получается, и все. 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 Во-первых, вот эта речь. Полнее всего, обязательно гражданство дар курая то есть агарда же хочу мануфикрана кна подарм удар дгону миганки бай тро барах хотели гражданство грифтеста вай тропаху перед документ грифтекста и да ситуация шмурами корчхин бы я проверила документы то есть паспорт и проверила я спросила ты женат не женат дети как бы я же это все узнавала все равно как родители согласны твои чтобы ты на не женится не согласны обязательно должен был разрешением чтобы все равно не хочется же да например мы женимся и чтобы кто-то против все равно я особенно да особенно подарок удар будет туда обязательно вот он сказал что он ничего не нужно от тебя никакие там документы не гражданство у меня этого все есть единственное мне нужен но я почувствовала что я именно тебя поискал ты шоу варишь мы пришли уже документ дождь гражданство дождь его дам еще муба документы еще он мог тоже много его были свои документы у тебя не гражданство а по сути только вот ты понравилась и все да 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 отлично и изначально у меня был конечно страх когда вот только мы начали жить у меня в общем до этого моя подруга тоже вышла замуж за саджика у нее попался очень агрессивный муж импульсивный требовательный он приказывал просто как возомнил себя царем да это я понимаю у нас так что он царь и я вот где у нее если что-то упала там вот пылинка или там вот бумажка от конфеты или что-то ну короче в мелочь вот чайка надо видео мигу а любой мелочь неправильно неправильно вилку положила неправильную ложку положила все вами кому если чуть-чуть суп не соленый если например там еще что-то вот любая мелочь его раздражала просто и он ее в общем по любому поводу ругал это в лучшем случае в худшем случае он ее скидывал просто с балкона на 3 этаж или 4 этаж в общем она летала как раз покоя конечно и за доказать постоянно миггадая она вот и поэтому я думала что не что все таджики такие но когда я с твоим мужем до с вами мы общались конечно я не заметила что он что у него что-то там в порядке да видела в нем доброго человека поэтому я думала что он так то точно не будет обращаться это сам дю нам игроки морда как на вот той балкон зона как гиропарда и дарья гон дюдо даже до мордиром туры на миге из-за этого наверное у тебя вот такой страх что сейчас я выйду замуж за даже когда у меня то же самое будет я предупрела сразу что только один раз попробуй вот вот как надо сказать попробуй только один раз руку поднять да я сказала что я сказала что я не дай бог баба по башке получишь да да он сказал ты что вы с вами вообще у меня муж религиозный слава богу он сказал что у меня в мыслях не было такого типа не бойся он не спать и и спать и зам как-то агрессивно относится то есть со стороны агум любовница дуран аху намерен всякой мелочкой определять микро кошек неправильно моде пусть и ходатки вот конфета неправильно моде определяет выхали бог нами коги джанка на но в основном и хастом ардакуяки когда ухаживать мекна за нужно беду сме дуран даже вот например даже коса ламбуша это не во имя закона так и слон и правильнее за на юрдом кардан и да и слон дар корону мадаге аму вот шелик это мегу кай балкону на тебе иди лица это погуляешь погуляешь и по образумишься научишься как надо правильно ложки положить или соль положить и подачи ну пофиг и магаров таким март тарья мелочь пределят когда значит твои просто не то чтобы амин чест раздражать раздражать миг на максаке он так сама реализует себя за барой вай хичка снесть женщина для него никто на дина значит он не уважать свою маму со своей женой так поступает за что он не уважать своему вот видимо из-за этого у тебя был такой страх чтобы сейчас я тоже выйду сам уж так вот и правильно сказала если попробуешь я занимаюсь ездой я занимаюсь каратэ ты у меня точно получишь ну вот докторашмуром этого я вам калик на пешай шамар вармуда кашан дадим что некий агардас не бардаре вон тебе папашкой получишь короче я это детства подготовилась пешаки тарь и беда на петаре она као иди ойдичи меди моде бисер и не только мобайни урусов и гармила то вами проблем атаки по дарму дарей шалха розы местом по дарму дарей тарафиару взросла все на согласно змеи то есть не давили ничего агрессия ничего такого не было да нет вовремя закрыть рот лишнего не говорить вовремя вовремя закрыть рот надо девушки милые мои дамы я это понимаю да иногда тоже я сама перебарщиваю поэтому лучше иногда просто вот помолчать успокоиться потом вот к своему мужу подходишь и выскажешься все так спокойно культурно да по делу она так что так так уже марта картош того что это естественно и кидо ду вошьми броя бисерий зангу за мной тодик в основном бары марта шналах таким марта пеша корома дана ракан мякнаги марта шну удивить кана я помню хроки бомба запасом то есть ситуация шмудач хельба так как как ты это делала в общем я спросила у мужа вообще какие тебе нравятся блюда это в первую очередь как бы женщина должна когда муж уходит должна предпочтение мужа знать какие любимые блюда у него какие предпочитают мясо больше или курицу больше или рыбу что он любит вообще и там пельмени вот он сказал что без разницы вообще что кушать лишь бы кушать лишь бы было вкусное да лишь бы вот кушать не обязательно там не вот только таджикские блюда или нет только вот это в общем я на тот момент работала в ресторане ну это видно как ты красиво это все это все в жизни пригождаются как бы я работал в немецком и не там научилась много всяких вкусняшек очень готовить и салат и горячий в общем я все цеха там прошла и поэтому я готовила мы только вот такие вот блюда как в ресторане подача в общем все украшала блюда все красиво и вкусно короче подача и аукот бенивая кшуба да это вот то что касается таких вот европейских русских блюдом но потом постепенно я начала уже пробовать ну дайте зиндаги там да халат а раз муж таджик значит что нужно слов монстры самса кульча вот такие вот шуфа такие вот блюда я постепенно начала готовить у меня значит я познакомилась когда училась в медресе познакомилась с одной девочкой тоже чего мы с ней вместе учились и я начала ей звонить спрашивать как готовить она мне объясняла я готовила но потом уже когда в общем появился интернет да youtube все начала как бы там смотреть и готовила вот мне интересно а манты ты как готовила потому что когда вот только-только начинает девушек готовит манты мне по-любому изначально не получается то ли они пересаливают то ли у них не ли не липнется это все тесто мягко это мягко это как-то другая а вот ну я был я как повар работал на поваром работала и я узнала как бы фирме мы там готовы как было тесто не однако вы ну фарш тоже как бы я то что я работала мне это помогло вот и у меня получалось очень хорошо может был муж всегда да слава богу ему все нравилось сказал что вообще такого вкусного хния а круток как как у тебя получалось ну это я недавно начала готовить где-то лет 5 назад все до этого я вообще не готовила муж через интернет и рантаем я не спрашивал я просто узнал про это блюдо приготовила ему уже закрывай глаза смотри что я сразу как я говорю даже забыл что это блюдо вообще существует я всегда когда что-то например новенькое готовлю я всегда закрывай глаза и смотри все ли мордой мочи на вас такие за мега мега мадова и ра витой урка то есть вай хрукота и урка и хрукота и урка то есть мая ами субатой это фамбезанки шагаре шагаре это то есть вообще тронами втачи тайуру и из-за того что полный тогда буар мекадай вкусит да буар мекадай да таки бомозаик не буар мекадай мама мчунон буарка это означает что ваша вашему это требовательно надо и не спать еще и да он благодарен богу что и вот за все как бы что у него вот эта еда есть понимаешь они тоже там я такой буарка киа ами субат хэдман маги селтар хелкадым киозе ягун намуд зиндаги тоджик урус шелкадым ки кантар вига хелмек за анкати ягун хр-хр-хр-кати айзан и как ты говоришь то бесёре вахда просто хапкардан дар кураев вахтаки мардак джан джоумик на замок бэйт хапкардан дар кура иран факт айдах тару первое что хочу сказать мужчина вспыльчивый не будет если его не разжигает да ты сама виновата ты его как сказать нервируешь да чем-то а вот потом он вспыльчивый становится а ты еще продолжай ну вот такой вопрос вот это провокационный вопрос смотри ты говоришь что если женщины спыльчивый то есть мужчина мужчина не надо дать вот этого огня да а вот как сейчас ты прокомментируешь свою подругу это ты думаешь что это она сама виновата или как-то это наш таджик виноват из-за того что вот он ее избивал в твоем случае это совсем по-другому потому что видимо из-за того что муж тебя очень любит да уважает то что ты все делаешь для него у тебя одна ситуация а вот и как прокомментируешь ее ну во первых я не знаю что может быть подруга может быть она что-то не то дело реально то что его раздражал одессила она это нужно прислушиваться к своему мужчине то что ему нравится просто не надо это делать то есть советы русские мусульманки для наших таджиков для наших подписчиков что мы в основном че советую додам эту нену барай хами за ангой эки возмура не году ран по дарму бани за мной тоже киму дегерми латора масоке шавари тоджик кардагян в азиндаги шум худоу башу куртого зеро пища автостайм она шуму че масляда додам и тунэн в советую додам и тунэн а мы там за мной и ки тарзиндаги все же ангел миша вам не до понимания а во-первых не провоцировать мужа женщина должна четко а виза мы там это дикимом барак и аудитория мото диклазна че советы додам и тунэн и русская мусульманка женщинам нашим таджиком на в общем один совет жить с мужем так что ты знаешь ты должна с ним всю жизнь не думает о плохом не думать что ты можешь в любой момент остаться с ним и вот я найду лучше нет и найду лучше или пойду к маме лучше поживу нет обратной дороге не будет и никого больше не нужны будете ну ну кроме своего мужа конечно партнерах у начало рафты по любому то то даже когда модера должны до корнести потому что у начало ракуна шавара промадан до корне стать когда женщина вышла замуж и пришла в дом мужа двери родительского дома уже все закрыли поэтому ты должна любым путем сохранять свой брак найти общий язык потому что в больших случаях все от женщины то есть сохранение семьи на основном чтобы не думать о разводе сейчас вот чехолки висер украинской обеспечивающейся на ваймана мейзана на вай академа джан веке все маджи домиша но зиндагир отуга димкун богуфти уща капитан дар корай а и хуны подармударки в романе дарик уно подармудар барышму маккан уже барем харакат клин дагяту на капен в бот шавин вот чеки еще мига надо ценить наверное ценит мужа оценить семью ценить все что у тебя есть и я думаю что далеко пойдет потому что сама его выбрала ты же сказала да ты согласна значит ты должна знать на что пришла правильно тебя не заставили же закрытыми глазами не вышла ты посмотрела минуты должна была знать кто он что он все вышла на вот живи и не жалко нахтар рот чекуфтани даром вот русская мусульманка шаварит у джика дай вот игроки да и но в виде тина гиш он ойди рафтар ойди мумат карна ниспати я глига боба ридором ки рупикай кима башму узыкешни уоткадам байл башму маккумешова комитариях то на хох хуб минайсинг хоган да минаисе Вы можете посмотреть комментарии, я вам расскажу, и я вам расскажу, и я вам расскажу.